К самой актуальной на сегодняшний день проблеме Нарьинмара «Лужа» представители окружной и молодежной администрации решили подойти с юмором. В социальных сетях они запустили акцию «Лужа-челлендж». Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Решили немножко отойти от привычного негатива. В соцсетях обычно очень часто мы читаем пустые комментарии о том, что «Волод», «Как много луж», «Почему никто ничего не делает». Мы решили немножко с юмором подойти к данной ситуации и вспомнить детство и начать мерить лужи. Тем самым мы хотим привлечь внимание коммунальщиков к наиболее проблемным участкам. Для участия в акции необходимо сделать фото или снять небольшой видеоролик, находясь в луже и измеряя ее глубину. Затем опубликовать результат проделанной работы на своей страничке в соцсетях с хэштегом «Лужа-челлендж». Представители открытой молодежной администрации призывают потенциальных участников акции выбирать для фотосъемки дворы и безопасные участки, соблюдая правила дорожного движения. Мы через неделю подведем итоги акции, составим инфографику наиболее глубоких луж, направим ее в профильный орган для реагирования и вручим покорителю самой глубокой лужи пару крутых резиновых сапог. Сергей правильно сказал, что нужно к этому с юмором относиться, потому что проблема есть, но мы можем изменить к ней отношения. И поэтому всех призываем выйти на улицы, проявить активность и встать в ряды, так сказать, измерителей луж и получить подарок. И может быть, кто знает, если лужа будет совсем глубокая, мы вручим бродни человеку, весло, лодку надувную. Это все будет зависеть от результата. Насколько наринмарцы оптимистичны и как воспринимают наступившую оттепель и ее последствия, решила выяснить редакция нашего телеканала. В официальной группе в социальной сети ВКонтакте мы запустили опрос. Пользователям предлагается ответить на вопрос, как вы относитесь к наринмарской весне, выбрав для этого один из шести вариантов ответа. Наказание Божье, плохая организация работы коммунальных служб, радость детям, Северная Венеция, люблю свой город в любое время года, полное безобразие, ничего особенного. На данный момент участие в голосовании уже приняли более 90 человек. Пока лидируют два варианта ответа – плохая работа коммунальных служб и люблю свой город в любое время года. Присоединяйтесь к голосованию и вы. Итоги подведем позднее.